Ты решаешь за Пойзон? Это цены на обувь и одежду в России, а вот сколько это стоит в Ридем Стор. На Пойзоне ты найдешь оригинальную одежду и обувь в три раза дешевле, а сервис Ридем Стор привезет тебе его за 15-20 дней по самой низкой цене. Нашли дешевле? Напиши менеджеру Ридем Стор и они предложат тебе более выгодные условия. Ридем Стор. Стиль на доступной дистанции. Должны, вот по идее, если должна быть хороший финал сериала, они должны все сидеть, сука, в конце. Дима Циане раскрыли тайну имени второго ребенка. Да? У Егорика в команде случилось ЧП. Да, они меня не позвали на шоу до сих пор. Контакты спросил у Эксайла, а меня не позвал, до сих пор не написал мне, когда мне приходить на против 50 хейтеров. Вот это ЧП я называю. Теллер игры GTA 6 бьет рекорды, а Блэк Билл продолжает свое существование. Да? Да? И сейчас мы как пенал соберем разом, бля, дневник заполним, бля. Всякую хуйню в интернете перестанем смотреть, значит, ага. Вчера на канале Егорика должна была состояться премьера первого видео с выживанием в горах и продолжаться до бесконечности, пока они смогут выдерживать холла. А, вот что мне не пишут, понятно. Парни его анонсировали заранее и также за пару дней выехали на локацию, чтобы подготовиться и все успеть. Но случилось непредвиденное ЧП в команде. Один из участников экспедиции, оператор Макс, слег с температурой под 40. Без него выдвигаться туда не было смысла. Поэтому пришлось ждать и надеяться, что вирусы отступят, что, к счастью, и получилось. Пиздоску им разлучилось. Мы отправляемся на выживание уже, все заряжены, все готовы, Макс выздоровел наконец-таки. И из-за этого, в общем-то... Ну, походу, у нас Егорик, Егорик свергнет Диму Масленникова, знаете, что я думаю, блядь? Что такая... Диму Масленников там что-то не выпускает же, да, что-то с ним случилось, я слышал. Вот. И сейчас Егорик его, блядь, понимаете, да, свергнет, блядь? Это че-то... А, выйдет первая серия, восьмого. И уже начнется. Каждый день. Находился бы Егорик в этот момент в Москве, смог бы поучаствовать в съемках клипа на свою новую песню. Чего, блядь? А так кто? За него сняли все? Когда я вам показывал кадры... Че за хуйня, блядь? Церк, где первый... Бля, ребят, у меня клип вышел, правда, меня там нет, я не успел на этот клип, папа. Че за хуйня, че за бред, блядь? Этот трек пели Крит и Амина, а сзади еще виднелся с микрофоном как раз Егорик. Оказалось, что не просто так... Может он подпевал? Его строчки там тоже присутствуют. А сама композиция была записана в рамках нового шоу Егора для Ютуба, где как раз снимались еще Милана Хаметова... А-а-а, где они песни пишут? Прикольно придумал Егор, интересная идея. И Вики Шоу. Крутая идея, поздравляю, блядь, хорошее, хорошо придумал. Я снял пилотный выпуск нового шоу к себе на Ютуб-канал. Битва треков. Битва... А, битва треков, все, понял, тогда не спиздил. В пилотном выпуске... Нет, тогда не спиздил, все в порядке. Я команда взрослый против детей. У нас получилась настолько классная песня, что сегодня и завтра мы снимаем клип на нее. По вашим аплодисментам. Это Амин ДНП и Егорик Дэнни. Таня, баня, сейчас, сейчас, сейчас заканчиваю, все. Они, кстати, уже проводят кастинг массовки на съемке клипа, поэтому если хотите поучаствовать, не упустите момент. Пиздец, как хочу. У Тендера еще, помимо этого, вышел фит с бустером, который они зап... Огблогер про меня говорит! Огблогер сказал про меня в новостях, это невозможно! Что случилось, блядь? Огблогер сказал про мой ролик, блядь! Пиздец! Это вот мне надо было с ним поссориться, пообзывать его! И тогда он про меня что-то сказал, блядь! Огблогер сказал про... Вы, блядь, вы осознаете эту хуйню? Огблогер говорит о моем ролике, блядь! Огблогер, я теперь тебя уважаю! Вот не зря... Вот прикиньте, мне даже никто не говорил, что Огблогер сказал. Ни один в чате, я вам серьезно говорю, никто в чате мне об этом не говорил. Я рандомом включил его ролик. Хотел дать ему, так скажем, второй шанс, и он его заслужил. Огблогер, теперь я снова смотрю твои ролики. Ты мне очень нравишься, прикольный ты пацанчик такой, ничего сказать не могу. Интересные местами, да, познавательные ролики у тебя, прикольные. Поэтому, да, передаю тебе большущий привет, респект, уважение, да, и все вот это сопутствующее этому. Писывали летом, это произошло в рамках... Бля, прикиньте, нихуя себе! У меня как будто, нахуй, у меня ощущение, как будто, как будто я Человек-паук смотрю, где три Человека-паука вместе. Прикиньте, что-то вот из нереального вселенная всхлопнуло. Еще одного шоу, но уже на канале Дани Кашина. Да ну нахуй, он сказал мое имя. Где он пытается создать с известной личностью популярную песню. Личностью? Кто-то из них, короче, известная личность, а кто-то нет, понял? За основу был взят старый западный хит «Эйфилблю», на который они наложили обработку и написали новый текст. Вот небольшой отрывок. Охуеть, блядь! Что случилось с АОК-блогером, блядь? Охуеть! Ролик и трек получились классные, но вот его автор Кашин остался крайне недоволен. А, вот что он рассказывает. Я думал, он просто скажет, что этот вышел, да, сейчас он про скандал будет говорить. Кучу претензий он высказал в адрес одного из участников видео. Какие кучу? Я ни одной претензии не высказал. Я сказал, что там были у нас проблемы из одного участника, и поэтому не получилось так, ну, не так, как я хотел. Я не говорил ни одну претензию, блядь. Но имени называть не стал. Ну, сегодня назвал. Лучшая песня из этого шоу. На ролик я потратил огромные деньги. Ролик мне запороли. Песня пересводилась три раза. У этого есть причины, может, потом на стриме расскажу. Я крот больше это шоу снимать. У меня все желание отбили. Один из участников этого шоу. Все, я выпустил, потому что... Ну да, тут тоже, видите, я тоже неправильно сказал, что мне пол... Как будто бы мне отбили желание только из-за... Ну, вот Амина только отбила желание. Это же не так. Я сегодня вам пояснил полностью, что... И в том числе я заебался это снимать. И сегодняшний... Ну, вот последние вот эти события, это... Закрепили эту мысль. То есть это не только... Ну, то есть здесь слова назад беру, здесь неправильно я сказал, честно. Типа... Скорее, это просто закрепилась эта мысль, которая у меня уже до этого была. Все, агрессия злой. Мне нужна была реклама. Нужна была реклама. Для всех фанатов кей-поп-индустрии. Ну, блядь, про меня он в блоге рассказал, пиздец. PCS августа история с просроченными контрактами девочек из группы... Это последний выпуск, скорее всего, да. Ну, то есть я прям полностью не обрезаю этот формат, но больше прям снимать формат ради того, чтобы он выходил, не буду. Если просто я с каким-то человеком познакомлюсь, прикольным, популярным, да, еще что-то, с которым я пойму, что очень легко этот выпуск будет снимать, мы снимем. То есть я полностью не обрываю. Но вот именно, бля, надо этот формат снимать, кому же написать из популярных, я больше так делать не буду. Вот я и это имел в виду. Сегодня утром лейбл YG выступил с официальным заявлением, что смог договориться со всеми четырьмя солистками о продлении контракта. Они не только продолжат существовать как коллектив, но и запишут несколько альбомов, а также в следующем году отправятся в большой мировой тур. Продолжатся работы и над сольными карьерами девочек. Но там им дают свободный творческий карт-бланш без каких-либо ограничений и запретов. Круто. Это они, как сказали? Дубай сейчас одна из главных точек притяжения мира, особенно среди русскоязычных инфлюенсеров. Просто притяжение, там ебаный магнит, да, как я понял. Просто Дубай сейчас самая большая точка притяжения. Просто притяжение, понятно. Такая тенденция очень нравится живущему там Дане Милохину, ведь ему нет необходимости куда-то ездить за друзьями и прочими крутыми чуваками. Они сами всегда где-то не... О, Ефремов крутой чувак. Слышал, слышал, блядь. Деньги мне верни, Ефремов, за кроссовки, блядь. Его дошла инфа, что в Эмираты на днях прилетел его старый друг Мимимишка. Кто не в курсе, это в прошлом популярный тиктокер, который чутка подсдулся. Ха-ха-ха, блядь, ха-ха-ха, блядь. Проебался. И за счет шиперских голов. Да сейчас скоро пойду в баню, хули меня гоните, блядь. Бабов получил большой буст в плане подписчиков и меди. А Каша еще стримит, ребята? Вы посмотрите, пожалуйста, на Твиче. Каша стримит. Ой, как здорово, что они встретились, я прям рад, пиздец. Если это не просто работа на... Все, наконец-то хоть поагрессировать на кого-то можно. Не, не стримит уже? Камеру, то вайт между... Так да или нет? Да, нет, да, нет. Ебунки, блядь. Нет, не стримит уже, да, закончил. В ними не изменился. Все так же рады видеть друг друга. Очень круто, блядь, как же я за них счастлив. Таня сегодня, кстати, отмечает день рождения. Ему исполнилось 22 года. Он заранее во всех соцсетях напоминал о приближающемся празднике, чтобы желающие начали готовить подарки. Пока известно только о подгоне от подписчиков, которые скинулись и смогли отправить презент прямиком в Дубай. Через магазин Никита... Ну, как мне, я имел в виду игрушечную. ...Ефремова он получил коробку, наполненную спортивной экипировкой. Надрочили ему от Ефремова, блядь. Паленую. Ладно, не буду говорить такие вещи. Сука, а потом, да, деньги не вернули, блядь. ...то он сейчас постоянно использует на тренировках. А также поклонники положили туда кучу вкусняшек и биографическую книгу бойца ММА, чтобы вдохновить его на будущие успехи. Круто, блядь. Здорово. До вторых родов Ани и Щук еще больше месяца. Но от них с Димой уже сейчас Рьяна требует раскрыть имя, которое они недавно финально выбрали. Пошли даже... Блядь, да кому? Мне похуй, я не понимаю. Интересно так. Вот заметили, я вот каждый раз включаю ОК-блогер, когда включал раньше, да? Каждый раз включаю ОК-блогер и опять вот эта пара. Я не могу, чем они нахуй занимаются? Объясните мне кто-нибудь, кто это? Кто это? Я, конечно, очень искренне счастлив, что у них семья, классный ребеночек, он бегает уже, красавчик, молодец, крутой. Крутой парнишка растет. Но, блядь, почему меня это должно ебать? Почему мне интересно вот должно быть, как его назовут? Какая нахуй мне разница? Тиктокеры, они прям популярные, чуваки? Они прям популярные? Я глянусь. Я в тиктоке сижу постоянно, да? Я оттуда все новости черпаю. Их я там никогда в жизни не видел. Ни ее, ни его. Их лица я запомнил только по ОК-блогеру. Никогда в жизни я их не видел, блядь. Они популярны? Все пишут хз, у меня весь чат пишет, хуй знает. В хайпе для поднятия активов. Бля, может они платят ОК-блогеру, я хуй знаю. О котором они вообще не думали. Во влоге с Мальдив, где они недавно были, пара подняла этот вопрос. Объяснила, почему нельзя назвать имя сразу. Ты не стрейт просто, а я хочу, я стрейтом скоро буду, ребят. А также ребята дали пасхалку, чтобы кто-то мог сам догадаться. Хочется, когда уже вот реально родится ребенок, и тогда уже сказать. То есть, если какая-то такая доля вероятности, что когда начнет уже все вылупляться, малыш, тогда изменим свое решение. Короче, просто... Круто, бля, вообще, ребят. Спасибо, что рассказали. Ну, есть такое в голове, что храним до рождения. Мы же даже друзьям не говорим. Даже самым близким друзьям не говорим. То есть, это сказать... Может им похуй всем? Ну, просто спрашиваю, типа, варианты накидывай разные. Самым популярным вариантом в комментариях оказался Лев. Да и по сути нет больше русских имен, которые подходили под эти критерии. Правда, если у вас есть другие теории, смело пишите их в комменты. Надеюсь, Дима с Аней вкинули это не для того, чтобы всех запутать. Отца тоже Дима. Ну, Дим, Димыч будет нормально. Какая нахуй миа-бойка, ебать, ты вспомнил? Страв в качестве двойника вдохновилась Гаврилина. Вчера состоялась очередная блогерская премия, где Юлю тоже награждали. А перед этим необходимо... Чем, блядь, награждать? Пиздюлями? Придешьте, ха-ха! А чем ее нагр... ...было исполнить одну из песен под фонограмму. Ей захотелось немножко пошалить и отправить вместо себя менеджера, а самой наблюдать за этим со стороны. И всем все равно похуй, я угадал? Типа, все такие, а, это не Юля Гаврилина, ну все равно похуй, типа, какая разница? Взглядело все максимально правдоподобно. По фигуре они идентичны. И если бы не пришлось после говорить в микрофон, вряд ли кто-то из гостей и ведущих заподозрили подвох. У тебя еще такая классная шапка, зимой ты точно не мерзнешь? Не мерзну, да! У тебя такая классная шапка, ты же не мерзнешь! Да, не мерзну! Молодец, ведущий, хороший. Это правда. Вот это вот мадам сегодня выиграла премию инфлюенсер года! Какой нахуй инфлюенсер года? Мой менеджер Ксюша, приятно познакомиться. Бля, как же ты всех развела, просто всем похуй, я заметил, там ничего не говорили. Вот чувак такой, вот так вот говорит! И там даже ни хлопанье, ничего, ни визга, все сидят, молчат всем похуй. Поехали дальше. Например, вчерашний день был особенный, ведь компания Rockstar Games выпустила трейлер долгожданный GTA 6. Игра про гангстеров и их приключения является поистине легендарной в индустрии, редко найдешь человека, который не слышал про нее. И было интересно посмотреть, что у них получилось, так как разработка началась 10 лет назад. По графике не сказать бы, что есть большой прорыв, но резонок... Бля, прикиньте, 10 лет они это хуярят, даже пиздеж, блядь. Как красивое. Подробности геймплея и всех фишек будут раскрываться постепенно, тем более, что времени еще вагон, так как релиз состоится только в 2025 году. Бля, не терпится, сука. Кстати, хотел подмени... Опа, хороший момент. Единственное, я посмотрел несколько видосов, где разборы трейлеры. Я не знаю, может быть, это моя шиза, но это лично моя теория. Смотрите, короче, вот этот кадр, мне кажется, не просто так, смотрите. Так как релиз состоится только в 2025. Вот этот кадр, где они едут и проезжает полиция, короче, мимо них. Видите, и полиция, то есть, как я понимаю, судя по его лицу, они что-то сейчас ограбили, ну и по бандане, да, на шее. Они сейчас что-то ограбили, а полиция проехала мимо них. И у меня есть, знаете, какая теория, что у полиции наконец-то появились мозги. Знаете, что бесит в GTA 5 условный какой-то? Что полиция, даже если ты, допустим, уходишь от полиции, меняешь машину и едешь дальше, да, и никто не видел, что ты поменял машину, если ты мимо них проезжаешь, то у тебя сразу, ну, типа, детектят они тебя, сразу у тебя звезды появляются. И у меня есть теория, что наконец-то от полиции можно нормально скрываться, короче. Я говорю, я когда это увидел, я такой, почему это никто не подметил, блядь? Это та вещь, которая меня пиздец бесит просто, ну, бесило, когда в GTA-шку играл, блядь. И, по-моему, это, ну, намек на это, либо это катсцена какая-то, кстати, что возможно, либо это, блядь, намек на то, что, блядь, ну, полиции наконец-то мозги появились, что с ней можно как-то взаимодействовать от нее, бегать нормально, типа, прятаться, блядь. А до этого всем... Или это обычная катсцена, вполне возможно. Ну, видишь, они же, понимаешь, они, ну, они сейчас... Короче, в трейлере, это тебе кажется, что это набор катсцен, по факту они показывают все возможности. Там куча мелочей, нереально много мелочей, которые потом еще, еще несколько месяцев будут находить новые какие-то мелочи. Ну, короче, это, блядь, в любом случае должно быть как-то связано с игрой, с ее будущими, типа, механиками, я так думаю. Идется лишь облизывать локти, как и остальные... Десять лет ушло, да, чтобы у полиции появились мозги, блядь. И экстрасенсорно, экстрасенсорно, блядь. Короче, вы поняли, они перестали быть экстрасенсами, блядь, и находить вас в других машинах, блядь, издалека. Пионы фанатов. Наконец-то, блядь. Трейлер, кстати, бьет какие-то нереальные рекорды, за сутки набрав почти 100 миллионов просмотров. В трейлере они показывают американские мемы просто. Но я думаю, это не просто так. Ну, блядь, это слишком перемудренная игра, чтобы просто мемы показывать, ребят. Ну, мне кажется, это не так работает конкретно у них. Я думаю, они там, мы. Мы еще узн... Блядь, пиздец, я заикаю после ваших денег, блядь. До сих пор головой кружится, нахуй. Я думаю, когда игра выйдет, мы поймем, что в первом трейлере они все показали на самом деле. Мы просто этого не видели. Я уверен, что так это работает. Про перевалил. А лайков 8,9 миллиона, что тоже дофига. Создатели сериала «Слово пацана» ждали от всего проекта, что станет успешным. Но настолько большой ажиотаж в масштабах страны никто не мог предполагать. На картину сейчас оказывает большое давление как фанаты, ждущие, конечно же, продолжения и второй сезон. Так и правоохранительные органы с правительством, которые все больше опасаются негативного воздействия. Нужно угодить и тем, и тем, и выяснилось, что изначальная концовка первого сезона может явно кого-то из сторон не устроить. Поэтому студия в экстренном порядке приняла решение финальную восьмую серию переснять. Начиная 3 декабря в Ярославле, на локациях, которого проходили в Слоке, собирается весь каст актеров. Первым об этом сообщил актер, который в пятой серии сделал кое-что страшное Сайгуль. Ну это не блядь, это вообще неприятная какая-то, блядь, серия вообще, фу, блядь. Я снимался в сериале «Слово пацана». Моего персонажа вы все видели, знаете, возненавидели, кто-то полюбил. Сейчас я в Ярославле. Конечно, блядь, кто-то, говорит, полюбил, блядь. Всем привет, это я, человек, который снимался, вот у меня роль, где я насиловал женщину. Кому-то этот персонаж не понравится. Кто-то его полюбил, блядь. Дурак нет, блядь, что ты несешь, блядь. Так что смотрите сериал. Будет много чего интересного. Также намекал о своем отъезде Кудрявой из разъезда, но город... Блядь, на хуйню он несет, блядь. ...называть не стал, чтобы не палиться. А когда инфа разлетелась массово из-за чатов с поиском массовки, тут вот, например, ищут крупного мужчину для кадра в общаге. На площадке нашли Рузиля Минникаева и остальных ребят. Непонятна только ситуация с Леоном Кемстачем. Его, по слухам, тоже там видели, но он постит кружочки, возможно, заранее снятые... Ой, да похуй мне, нахуй мне это рассказывают. ...из Дубая. Хотя видно, что он вновь побрился на лысо, поэтому, может, подъедет чуть попозже. Сам пересъем опять... Блядь, да... Да, конечно, будет второй сезон, что ты гадаешь? Вот что это за хуйня? Блядь, деньги. Он невероятно успешный сериал. Конечно, они из него... Посмотри на «Ходящие мертвецы». Там 13 сезонов, кстати, я пересматриваю. Пришлось, блядь, я хочу очень. Я уже на 10 сезоне. Блядь, сколько там? 13 сезонов? 12, блядь? Да ты чего, гараж? Конечно, будет, блядь. ...связан с изначально слишком жесткой концовкой, которая была нацелена на взрослую аудиторию. А так как сейчас за сериалом сидят миллионы школьников, необходимо ее изменить. Чтобы не провоцировать общественников и депутатов на очередные жалобы с требованием закрыть слово пацана как что-то очень опасное. Они переснимают только крупные планы, по-моему, и кадры на фон. Да, похуй мне, блядь. Выпускают и выпускают, не выпустят, но не выпустят, ничего страшного. Я к этому сериалу как культу какому-то не отношусь, ребята. Просто прикольный хороший сериал, добротный, интересный. Все из-за школьников. И не говорите, ебаные школьники. Всегда они все портят, блядь.